Которая касается программы жилья, но тем не менее хотелось бы все-таки уточнить и обручиться к постановлению, которое принималось в законодательном собрании 22 декабря 2022 года. У нас было два предложения, значимые по объему, которые, в мой взгляд, пока не нашли отражения в корректировке. И первое, самое большое, продолжить проектирование и строительство жилых домов в территории края для женщин, детей, сирот, детей, родителей, а также работников бюджетной сферы. Я вижу, что продолжается и завершается строительство 11 жилых домов, но мы говорили о необходимости проектировать и давать, что называется, перспективу новым территориям, другим территориям, в которых этих домов еще нет, для того, чтобы они понимали, что у них точно дом появится, что бюджет вкладывается в проектирование, в подготовку площадки, в каких-то работах. И вот этих работ я здесь не увидел. И второе, важная часть, на которую я хочу обратить внимание, мы просили принять дополнительные меры по совершенствованию структуры заработной платы работников коррековых учреждений. В части КППУ пожарной охраны Красноярского края и КППУ спасателей. Мы просили отдельным решением комитета довести заработную плату, может быть, поэтапно, но до средней заработной платы по Красноярскому краю. И я понимаю, что общее системное решение принимается, но, на мой взгляд, в отношении вот этих учреждений, этих категорий работников необходимы, отдельные, может быть, точечные решения. Спасибо. По домам. Ну, на самом деле, никто действительно не отказывается от того, о чем вы сказали. Единственное, когда корректировку формировали, определили все-таки для себя подходы, так скажем, с учетом сохраняющейся неопределенности, пока в синюю корректировку не включать новые объекты. Ну, и второе, мы, конечно, ждем, когда коллеги завершат работу, я имею в виду, Министерство строительства и УКС, и ведут эти первые дома в эксплуатацию с тем, чтобы нам все вместе посмотреть, насколько это оптимальные проекты, насколько все-таки эффективные проектные решения. И уже, собственно, при бюджете следующего года к этому вопросу вернуться, учитывая важность и необходимость в целом в обеспечении жильем и бюджетников и детей-сирот, безусловно. Но, в целом, вы сами видите по динамике и, в общем-то, по детям-сиротам, по жилью, у нас за последние годы действительно произошел такой значительный рост, хотя проблема, она остается.